здравствуйте дорогие друзья меня зовут камилла шакланова и я вас всех хочу пригласить на митинг 20 марта в 12 часов дня в области это будет как бы то мы будем двигаться по улице панфилова вниз карбату в астане это будет дом министерств примерно 6 подъезд и от него двигаемся к акурди есть огромная зона где можно разгуливать для начала и я бы хотела бы сказать огромнейшее спасибо мухтару обляду за поддержку для меня это очень много потому что мой первый митинг который я организовываю да кто-то будет думать о том что ничего не получится никто не выйдет на митинг вообще у нас остальные люди основан народ и вообще все пассивные и вообще ну да возможно так и будет но я хотя бы постараюсь хотя бы попытаюсь потому что если не попытаться то мы ничего не сможем понять я специально отметила и бассейн канал и я прекрасно понимаю для чего жанглата необходимый митинг 27 марта эти заводы китайские я прекрасно понимаю ничего просто наши власти сейчас находятся в таком переходе и из-за резолюции европейского правом это то есть они очень-очень боятся санкций персональных санкций потому что все их и их активы находятся за рубежом они реальности сейчас они будет все правдами и правда ли чтобы чтобы показать что вот же у нас демократия вот же у нас пожалуйста пожалуйста выходите заводы пожалуйста вот разрешение я бы хотела бы пояснить юридические аспекты того что такое протест что такое митинг и вообще как это все происходит в адекватных странах вот ставьте себе вот примеру францию не нравится президент мир как люди должны согласовывать с властью как бы с президентом этой страны митинг против него это отсуждено нигде в мире в адекватных вообще вот странах нет такой практики там уведомительного характера либо разрешительного характера проведения митинга то есть вообще нигде в мире такого нет абсолютно нигде в мире и и даже и если посмотреть точки зрения логики то представьте себе вот какой же это отсутствует какой-то маразм просить у власти какую-то там санкцию для проведения митинга чтобы обругать эту власть люди имеют полное право выражать свое мнение что такое митинг что такое протест это форма диалога с властью людей с властью как как когда власть охреневает то тогда люди выходят на эту крайнюю меру диалога с властью к примеру совершенно недавний случай в америке была убита по моему в том году девушка брюона тейлор влево значит значит полицейских не посадили и им вообще ничего не было все им сошло слух но два дня назад люди задумались о том что как же так флойд же сделали как-то справедливой же была же по отношению к джорджу флойду почему нет справедливости брюоне тейлор то есть они вышли на протесты в нью-йорке в засланджелесе и еще где-то в луисвеле и вышли и то есть у них было одно требование справедливость для расследования убийства полицейским брюоне тейлор и что же произошло власти услышали их сейчас благодаря людям уже как бы идет расследование всего этого дела только только благодаря людям только благодаря людям будет справедливость в отношении ее убийства то есть ее убили случайно ну полицейские совершенно случайно ее убили как бы они не хотели конечно же так получилось у них в общем и и и я бы хотела чтобы все люди в казахстане основали что что мы люди мы граждане этой страны это наша страна наша страна наша страна в которой будут жить наши дети наши внуки то есть и и и я как как конечно же всех там вас страшилкой пугает Туркменистаном но это реальность и и в Туркменистане сейчас находится и лишь по известным данным две тысячи поиски заключенных две тысячи вдумайтесь в вот и это лишь те о которых знают люди лишь те а в Туркменистане вот это вообще какая-то страна не свободы то есть у у у у у них к примеру вот эти законы это как бы не то чтобы законы но вот Аркадаку а это президент Туркменистана он себя зовет Аркадаком это как вот у нас гельбасы есть а у них есть Аркадаку захотелось чтобы все машины были белыми потому что ему не нравятся темные цвета машин и и и и и люди красит машину белосвет и и а а они даже не могут заявить что что на каком основании покажите документ там закон на каком основании я должен перекрасить машину в белый цвет то есть а у у у у у у у у там абсолютно беззаконие идет то есть все человека который там какие-то права отстаивает его сразу же в тюрьму сажаются ну и разумеется очень многие адекватные люди уехали из местами они избежали из этой страны потому что реально было невозможно жить в стране где нет у человека прав невозможно жить в такой стране ну вот у нас сейчас такой период период что мы должны отстоять свои трава свободы свое достоинство мы должны отстоять это мы должны сопротивляться этому режиму а потому что если мы этого не сделаем сегодня то завтра наши дети в внуки они тут не станет в кавычках конечно ну так вот я хочу сказать целью этого митинга будет разумеется освобождение всех политических заключенных и их полная реабилитация то есть что такое реабилитация вот к примеру в том году не в том в 19 году вышли Оксана Жезера и Удипа и там Ануарда и было четверо они вышли из СИЗО и все так обрадовались в тот день Бостон Дэк свобода свобода но люди не понимают всех этих тонкостей юридических тонкостей то что что они вышли это конечно если хорошо но их не реабилитировали то есть у них стоят запреты на там переводы банков на еще что-то им много чего нельзя делать то есть человек то есть то есть необходимо просить необходимо требовать именно полной реабилитации всех политзаключенных а не так чтобы на поле минуты ты как бы ладно ты выходи но тебе ничего нельзя шесть лет ну ты выходи вот так это это не является полной свободой человека не является абсолютно то есть к примеру вот и и и и и и и и я просто поженат тем что что осет опишут сидит уже так долго и он сидит за какой-то вшивый перепост ну это вообще какой-то в общем маразм сесть в тюрьму за перепост он сделал перепост поста облядова ну расставь тогда тогда садите всех кто кто делает перепосты облядова садите тогда раз так их делать но нет же они специально устраивают такие демонстративные штуки что 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 мы все испытывали страх они специально выбирают там кого-то и и его в в тюрьму сажают что чтобы заставить людей бояться чтобы люди даже не думали о том чтобы протестовать какие-то права остаивать в значит вот вот знаете что меня всегда очень очень меня это грожит и и и в непонимании от того что от того что люди знают все это что процентов людей точно знают что Мадапаева ворует что 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 Мадапаев никуда не не ушел что что он является председателем Совета безопасности а это в выше чем президент страны и то есть и как можно все это зная все эти дворцы швейцарии это динары или там в очень всех их родственников всех там детьев там Хулибайла Гога Аштинази там ведет роскошную жизнь на наши деньги мы оплачиваем ей такую вот грандиозную жизнь в Англии мы оплачиваем ей Граждане Казахстана оплачивают первое место в хопсе пулевая вот как можно человеку разумному человеку с мозгами как как можно все это осознавать понимать и ничего не делать то есть у меня это лично не укладывается чтобы люди прекрасно все знали афорновали афорновали но но испытывали страх и вот еще одно уважаемые бизнесмены запомните запомните одну такую вещь что если на ваше битнес вдруг кто-то положит глаз то тогда вам придется делиться с называем придется вот именно поэтому и и и именно что чтобы все люди были свободны чтобы страна была адекватной чтобы страна была свободной не нужно опускать руки необходимо выходить на протесты необходимо заявлять о своих требованиях вот что толку от того что многолетные там постоянно у устраивают паломничество к удовольнему сердцу что от этого толку никакого толку от этого нет а объек объединитесь с нами активистами и давайте все вместе объединить вот те кто кто примеру как сказать родители инвалидов детей именно который требует очень дорогого лечения я одного не пойму вот зачем вы просите помощи в инстаграме у нищего народа казахстана у нас социальное государство то есть государство должно вам помогать а а не какой-то нищий народ то есть объединяйтесь с нами все вместе мы сила все вместе все категории граждан все вместе мы мы не не знаю мы сумеем свернуть горы осталось лишь только в это поверить осталось лишь только сделать шаг на встречу то есть тогда когда я смотрю комментарии у обрядовок везде в и тубе в фейсбуке в инстаграме везде пишут да какой молодец вот МК наш тренер мит да молодец да поддерживаю поддерживаю да поддерживаю но где вы где вы где ваши тела тела где 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 они находятся не не в интернете поддерживаю необходимо поддерживать на улице на площадях необходимо поддерживать а не в интернете, в универсной квартирке с чайком поддерживать на диване лёжа. Режим уже дошел до такой черты, когда ну вот, к примеру, читали нам в группах там о том, что вот этого арестовали, этого задержали, этого, значит, посадили за то, что он нам сказал шалкет, и его посадили, к примеру, и для нас. Это уже норма, для нас это уже нормально, то есть мы уже как думаем, ну, окей, ну, окей, а ведь это же не есть окей, это не есть нормально. То есть раньше, 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 вот тогда, когда мы узнавали о том, что кого-то там посадили, арестовали по беспределу, то мы там хотя бы внутри испытывали возмущение. то сейчас, заметьте, это мы уже думаем, ай, ладно, ну, это уже стало... И ежедневно там кого-то там, ай, что будет, штрафуют, в тюрьму сарают за гражданскую позицию, то есть эти люди, они не... не являются там какими-то преступниками, там, ворами, там, либо же там, не знаю, убийцами, а... они просто имеют иную точку зрения от линии нашего ельбасы. Задумайтесь, как это страшно! Самое страшное в человеке это равнодушие. Это равнодушие. Это тогда, когда человек уже находится вот в таком состоянии, что ему вот внутри, ему абсолютно плевать, там, кого-то задерживают, там, арестовывают, штрафуют. Чего ему на это наплевать? Равнодушие! Всё! И он испытывает равнодушие к этому. А это самое страшное, что бывает с людьми. Равнодушие. Я всех вас очень прошу, не будьте равнодушными. Просто вот... уловите этот момент тогда, когда вы читаете, как в фейсбуке, там, когда кого-то арестовали, штрафовали, то что вы испытываете в этот момент? Что вы испытываете? Вот и я вам скажу честно, что для меня самой стало страшно, что я уже ничего не испытываю. И я уже перестала и испытываю, там, гнев, там, на это правительство, там, либо злость, либо, там, не знаю, такое-какое-то возмущение, там. Я абсолютно ничего уже не испытываю. И это самое страшное, что может случиться с человеком. То есть я прям вот сравниваю свою внутреннюю реакцию, там, не знаю, в 2019 году и сегодня. В 2019 году я испытывала возмущение. Я испытывала злость, негодование. То сейчас этого всего настолько много, что я уже ничего не испытываю. Поднодушение я испытываю. что я испытываю. И мне это себе не нравится, что я стала равнодушной. То есть как можно быть равнодушной, когда завтра могут прийти к тебе домой и сказать, ты арестована. Все. И всем будет плевать на то, что кто-то арестован. И еще одно. Все, пью сок. Еще одно. Вот я, лично я верю в победу. Я верю в то, что люди у нас не до того арабского мышления, чтобы просто залить на весь этот беспредел, беззаконие и полный произвол властей. Ведь они же нам показывают, что захотим, то мы и будем делать с вами. Захотим, посадим. Захотим, арестуем. Захотим. Штрафнем. Вот. Все. Перед вами на поверхности. То есть те люди, кто, к примеру, ищет ходы умные, хитритом, режим пытаются там через то, что майку они, значит, не посадили. Так нет. Это умный режим у нас оказывается. Это то, что они, значит, каких-то активистов, в кавычках, значит, не штрафуют, не сажают, ничего. Нет. Так, это же умный режим. Это же, вина же не активисты. Это режим такой умный, это режим очень хитрый. Это режим, так вот, используют, значит, этих людей для своих коварных целей. Нет, друзья, нет. Поймите, вот, то, что, что, вот, вот, и, 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 и я очень долго это понимала, очень долго это понимала. То есть, у меня постоянно был вопрос, почему, они что такие тупые, что ли? То есть, почему для Феличия хотя бы, Назарбаев, хотя бы просто повесил бы плакат такой. Такая, без себя. Так нет же. Он развесил плакаты с собой, что, вот, преемственность. То есть, он нам всем показал, что, вот это вот, и, 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 и я захотел посадить в кресло президента. И, 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 а на ваше мнение, мне плевать. На ваше мнение, мне плевать на ваше мнение. То есть, к примеру, вот, я, и, и, я думала, 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 всегда понимала, что, вот, это же, типа, ну, хотя бы для приличия просто сделайте тебе такую новость, что, что, типа, ну, майку арестовали, там, на, да, наверное, на пять суток. Хотя бы фейхом, но уже делать, хотя бы для приличия, уже так. Но, поймите вот одно, то, что режим, он очень топорно, тупо действует. То есть, им необходима сейчас картинка для запада. Что, типа, демократия в Казахстане, что, 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 в резолюции одно вранье, типа. И, значит, они, поэтому, именно в этот же день, они отменяют карантин, и в этот же день майка устраивает митинг. То есть, ну, хотя бы сделайте раненцы в два дня, хотя бы отмените карантин, там, там, 25-го, и майки в разрешении дойти 27-го. Ну, хотя бы так, так сделайте, хотя бы для «пличия», в кавычках. Ну, хотя бы для «пличия». Пусть он будет дома, но пусть все думают, что он находится в тюрьме. Ну, нет же, нет же. Ну, еще, ну, вот, хотя бы для «пличия», введите и в Алмате карантинные меры, и в Астане тоже введите карантинные меры для «пличия», хотя бы. чтобы не было так опорно, но нет же. 12-го марта, а вы знаете о том, что Астана тоже находится в красной зоне, но, однако же карантинные меры ввели только в Алмате. Только в Алмате. Тогда, когда адвокаты собирались на митинг. То есть, вот оно все, оно все перед вами на поверхности, как говорится. Режим тупой, режим топорный, очень. Я не знаю, как до вас дойдут все мои слова, но я бы хотела, чтобы вы все-таки осознали, что мы должны остановить это. Без предел и беззаконие полный. Мы должны остановить это сегодня. И именно мы должны это сделать. Не кто-то там мифический, какой-то персонаж из сказки, а живые люди — мы. гражданинка Астана, у кого-то свои салоны, какие-то свои бизнесы, малые и средние бизнесы. То есть, мы же платим налоги за шикарную жизнь Астанази в Англии. Вот. За то, чтобы она жила и была самой богатой женщиной в мире, как она заявила однажды. Именно мы оплачиваем все эти дворцы Назарбаев в этом. В Анталии у него дворец, вы это сможете увидеть. Это открытая информация. В Анталии там много различных там недвижимости, земель и так далее. То есть, по всему миру у них есть какие-то активы. И это все лишь только происходит с нашего мощливого согласия. Поэтому выходите на протест 20 марта. Он не имеет отношения к ДВК никакого. Но я все же еще раз хочу сказать спасибо Мухтар Абраду за то, что он один меня поддержал в этом. Хотя, хотя я часто понимаю, что все будут писать о том, что вот типа Абрадов такой хитрый. Он, значит, использует камеру, чтобы провести митинг свой по мате и вообще в Кастане митинге. Такой-то хитрый. Но нет, это не так. Это было моим решением. Оно было спонтанно. Да нет. То есть, я что-то так просто такая сижу, смотрю там ленту. Листая-листая смотрю там обовек там. Уже там какое-то там приселивание идет обовека. То есть, что раз и что-то. А я такая сядь, думаю, неужели людям пофиг. Неужели? И все. И я решила прям, посмотрела там, когда с нами будет там суббота ближайший. 20 марта. Окей. Хорошо, 20 марта. То есть, я решила мгновенно, что будет митинг 20 марта. То есть, я остановлюсь, что меня могут спокойно там посадить, привлечь. Но я к этому готова. Пусть сажают, пусть, пусть сажают. Но я просто не могу жить так больше. Жить, осознавая, что происходит вокруг меня, и ничего не делать, я уже не могу там вечно. Поэтому я вас всех прошу, берите инициативу в свои руки в следующий раз, после этого митинга, берите инициативу в свои руки. Объединяйтесь и выходите на протесты со своими требованиями. Вот я просто не могу понять, как они могли посадить двух молодых девушек, Диану и Осель. Они же совсем дети. И как общество на это все равнодушно реагирует. Это все, друзья, выходите 20 марта на протест в 12 часов дня. В Аматы это КПТУ, по улице Панфилова вниз, к Арбату. И в Астане этот дом министерств, шестой подъезд, от шестого подъезда идете к аккорде, где стоит арка. И все другие города, просто выходите к своим альтиматам. Не будьте равнодушными. Равнодушие губит людей. Равнодушие губит людей.